Пуночка прилетела в наш округ, тем самым ознаменовав приход весны. Мир без крылатых был бы серым и скучным. 1 апреля во всём мире отметили День птиц. О тех, кто высоко летает, в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. В Ненецком округе обитают около 200 видов птиц. Как с нами поделились сотрудники заповедника Ненецкий, на его территории было отмечено 135 видов. Некоторых удалось увидеть лишь раз, другие – постоянные обитатели. Орнитологи наблюдают, как крылатые приспосабливаются к климатическим изменениям и при необходимости немного помогают им адаптироваться. Со временем гнездовые постройки разрушаются, и птицы лишаются своих гнездовых участков, вот этих гнездовых построек. И вот заповедник для того, чтобы поддержать численных животных, эти постройки восстанавливает. Мы не строим новые в новых местах, мы восстанавливаем новые в старых местах. Заповедник Ненецкий – одна из ключевых орнитологических территорий России международного значения. Среди её обитателей – крылатые из Красной книги Ненецкого округа, а также Российской Федерации. Самое главное – это птица, наш флагманский вид. И эта птица, которая изображена на нашем символе – это малый лебедь. Он охраняется и Красной книгой Ненецкого автономного округа, и Книгой Российской Федерации. Это несколько видов хищных птиц, такие как орлан, белохвост, кречет или сокол, сапсан. Очень редко встречается беркут. Изучение птиц – увлекательное, но в то же время тяжёлая работа. В преддверии праздника сотрудники Краеведческого музея совместно с работниками заповедника Ненецкий устроили выставку. Школьникам и краеведам рассказали о том, какие бывают методы изучения птиц, какие виды обитают на территории округа. Рассказали и о зарубежных исследователях. В этом году мы решили усложнить себе несколько задачек и решили показать, как и кто занимается изучением птиц на территории нашего округа. Обратились за поведнику Ненецкий, и совместно была создана такая выставка, которая так и называется «Изучаем птиц». Наш округ богат на многообразие различных видов крылатых. Лайды или по-другому марши привлекают сотни тысяч водоплавающих и околоводных птиц. Различные типы тундр пленят рожанкообразных и воробьинообразных. Именно поэтому Заполярный край так популярен среди орнитологов. Ещё 30 лет назад началось сотрудничество заповедника с Wildfell and Wetlands Trust – международной благотворительной организацией, которая занимается охраной птиц и базируется в Великобритании. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.